Собрать эту квоту. Напомню, что это уже игра за попадание на финалы Бласта. Оверпасс в атаке очевидно. Осеннего сезона. Осеннего сезона, да, важно. Очевидно, что герои здесь будут на своей мапе играть, начинать в атаке, скорее всего. У Джей, я думаю, здесь выбрали диффенс. Так и есть. Ну и смотрим. Два набора по гранатам. Это два смока, флешка и молотов на руках у героек. Ну и у Алекси Би также просматривается смок и диффьюз киты. Ранее занятие от рефреша воды. Ну, заметьте, никто в пистолетном раунде не торопится. По пистолеткам, кстати, после карты Инферно у нас счет равный 1-1. Две команды выиграли пистолетные раунды за сторону контртеррористов. И пока что атака выглядит немного блекло. Но это на фоне пистолетных раундов. Смотрим стяжечка под базу Б. Вот героек вроде бы уже окончательно определились с вектором этой атаки и постараются нас приятно удивить. Ну и, конечно же, удивить команду Оу-Джи. Кстати... Кстати, где коэффициенты? Интересно, какие коэффициенты на вторую карту. Наших друзей, спорим матч. Тебе вот такой вот диффенс. Ну, нормальный диффенс укрепления базы Б. Как Эль Молотова. Ой-ой-ой, эта позиция будет отрезана. Так, кушается дальше вода. Ставан здесь делает минус. Очень важный. Там все остальные в шорте. И Кэддиан уже заходит в спину. Как же это опасно. Смотрится. Кэддиан находит минус по валю. Там выдавается в этот момент бомбу. Флейм Зи. И Манту делает по киллу Кэддиан. 1-2. 1-1 против Манту. Не хочет его отпускать. Рылодится. Как же тонко играет Каспер. Но не читает сейчас слева. Оппонент увидел. Но как же это было близко. Отличная... Поставили? А, не, не поставили. Или поставили? Или нет? 2-0. Коэффициент на героях прямо сейчас. Это победа на второй карте. Именно такую цифру предлагает нам паримач. А Тесос Калашик при поддержке пистолетиков с галаками сейчас просто врывается. Команда героев на базу Б. Это Эко с одним Калашом. Что прикольно. Что интересно. И это приносит огромное плода и три. В два уже ситуация. Здесь просто Тесос. Но тут уже немножечко залил. Он так прям не отпускал гашетку. В итоге падает Ставан. Помню, Нави любили еще с версии 1.6 играть раунды с одним Калашом. Дропнув один Калаш. Вау. Тут не чекается коннектор. А здесь сетапикуют команды OG. Нико уже делает энтрифраг. Манту прикрывает кон. Ну и здесь можно сказать, что герои допустили ошибку. В том смысле, что все-таки стоило, наверное, на первом оружейном раунде отбивать коннектор. В итоге это приводит к тому, что уже второй килл оформляют ребята из-за OG. 5-3 ситуация. Там заняли лонг героек. Но опять же, что делать дальше? Пока все выглядит довольно туманно. Ну, вот знаешь, команда героек неоднократно показывала нам ситуации, в которых умеет выкручиваться в сложных для себя моментах. Ставн должен был подловить хотя бы одного игрока OG. Но, видим, стрельба в моменте подвела. В итоге 2 в 5. И пока что перспектив нет никаких. Однокалиточный раунд наблюдаем. Рефреш и Кэддин однозначно должны пытаться играть на экономику. Вряд ли есть смысл сохранять оставшееся оружие. Но, собственно, это то, что заставит OG, точнее, героек закупаться и в следующем раунде. Ну, OG желательно тоже немного девайсов терять. На последнем тайминге заходят героек в плэн. Очень глубоко играет OG. Прям выходят на центр карты. 3 плюс 2 довольно компактно расположены OG. Воду они не занимали. А нет, все-таки занимали. Но Сьюж говорит, нет, не занимали. Как это было красиво. Один там занял, но сразу тапки отлетели. Да, Flames даже выстрелить в этом моменте не успел. Но, кстати, если говорить про карту Оверпасс, то команда героек, ну, наверное, более комфортно себя чувствует за сторону контртеррористов. В матче против Дигнитас героек это доказали. Первая половина закончилась со счетом 1-4. В атаке были герои. Ну, во второй за сторону контртеррористов. Проиграли всего-навсего два раунда и оформили победу над Форестом. И компания Кэддиан последний в ситуации против четверых. Опять-таки же, драка за экономику. То есть здесь надо выбить как можно больше девайсов. И Кэддиан это понимает. Да, но пока есть позитив. Это только один минус в этом раунде. Ну, и, конечно, Каспер попытается здесь сделать поболее. Крошков прилетает сразу в голову от Манту. Ну, Молик на шорт. Второй он занимает бейс сейчас OG. Манту сразу же отпугивают с шаров. Ну, там была попытка, не знаю, может быть, какой-то дадут халявный выстрел сделать. Легко для Кэддиана. Ожидал он этого выпада, судя по всему. Ну, это тот момент, когда снайперская винтовка действительно пригодилась. До этого мы ее не наблюдали. И сразу же с ее появлением Энтрифраг находит команду героек. Кэддиан отработал, при этом остался красный. Но теперь должен выполнять второстепенные роли. А тиммейты, ну, как-то брать инициативу в свои руки. Минута 10 до конца. Продолжают герои контролировать карту. Медленное занятие воды. Опять-таки же не используя вредом никаких гранат, чтобы не давать лишней информации своему оппоненту. Ну, и будет подсадочка. Будет подсадочка. Опа, что, одновременно по таймингам. Очень своевременная, кстати, подсадка сейчас от диффенса. Оп. На тополе. Хотя, казалось, не должен. Он уже слазил с сидячего. Ну, возможно, поторопился. Да, может быть, кстати. И когда спрыгивал, не просто с ходьбой, да, а с приседанием. Это уже может быть такое. Так, у нас быстрый выход через монстр. Как-то так внезапно постояли-постояли. Похолдели-похолдели. Какую-то информацию собрали. Видимо, решили героик, что здесь меньшинство. Но пока здесь уже сейчас будет в какой-то момент 4 человека. На хелпе будет мантус АВП. Внутри плента все еще не зашли герои. Байк тут как-то очень самододейно прыгал рефреш. И, по сути, он прыгнул на ствол двум оппонентам. Но, опять же, есть сейчас байк. Галил два АК-47-х. МАК-10-ка. Возможно, ранний выход на монстр. Так, Молик потушили. Вальде. У него могут быть проблемы. Он абсолютно слепой. Там просто разрывает рефреш. Дальше что? Есть тут намастух. Флейм, который делает минус, но, опять же, да. Пауза? Пауза. Пацаны, а что... Да давайте Б заражим. Что я сказал? От простоты. Да. Вот, раунд от простоты. Контактный выход на монстр. Рефреш с МАК-10-ым под шквальную раскидку тиммейтов. Ворвались на базу Б. Кстати, хорошие гранатки. Рефреш. Красный. Тесоса выкуривают из дефолта. Ну что, постараются подраться ЛДжи за этот раунд или все же отправятся на сейд? Экономически не все так хорошо ЛДжи, как хотелось бы. Сохранив... Кинуть ее. В ретейке за какой-то ящик. Поэтому Молик так может не сработать. Молик все тот же, можно потушить. Итак, выход с монстра. На этот раз на последних таймингах. 20 секунд до конца. Ой-ой-ой. А это может быть опасно. Хороший перекрестный огонь. Флеймс неплохо раскрутился. Промах от Кэдиана. Но, по-моему, здесь песенка героев спета. Закрыли. Решили... Закрыли здесь ЛДжи своих оппонентов. Видимо, решили героев через паузу, через карту полазить, через контроль карты как-то поиграть. Показать информацию оппоненту о своем расположении. И потом уже выйти с поздним таймингом на Б. И в матче против, наверное, тех же Дигнитас, Форест и Компания в первой половине убрали героик. И, наверное, многие думали, что счет 11-4 это гарант победы для шведов. Но, перейдя за сторону КТ, герои действительно круто вернулись и выиграли каточку без каких-либо вопросов. Не обязательно здесь должно произойти то же самое, тем не менее, предпосылки к этому есть. Героик надо набрать свой лузовый минимум, после которого за сторону КТ показать железобетонный диффенс. Как-то очень странно здесь сидел чел на воде, когда не было поддержки ни через кон, ни через шорт. Это вообще как называется. Так. А вот тебе вот такими раундами героики к своему минимуму и подберутся. Да, да. Так это мы уже не первый раз такое видим. И, кстати, сейчас переломный момент для лжи и спорт. Денег-то нет. Проиграв этот раунд, остаются напрочь без экономики. Хороший врыв от Ника, но всего-навсего один минус. Олекси Би последний. Это М-ка. И вот тут вариант как бы сейвить. Это круто, а вот может все-таки стоит подраться. Минус с Юж. Есть диффуза на руках, больше нет гранат, к сожалению. Может быть, где-то найдется еще какой-то смог. Ну и Олекси. Ну сложно, конечно. А если ну что, поторопился он со смоком, мне кажется. Ну тут было без шансов. Ну да. Кстати, Форсетский. Да. Форсетский такой довольно рисковый раунд. Юж забирает манту. И чё? То есть вот так вот посередине дуги скаут погибает. Ну какой-никакой теперь уже у нас получается есть спейс у команды героек. Тут у Джи, видимо, будут стакать базу А уже до конца. Ну а у героек мы сами видим, что стал он готов заходить через монстр. Молик на бочке. Как же они чувствуют игру? Как же они четко ее читают? Так, Алексей Би не сдается. Отличная плюха прилетела с Таву. Ну 4 в 4 с ситуацией. Возможно, даже будет какая-то попытка. Но нет диффуз китов. Это проблема. Как тут выбивать базу Б? Да вот даже, знаешь, с диффуз китами у тебя по-прежнему 4 пистолета. Как с пистолетами выбивать базу Б против полной оружейной закупки? Наверное, никак. И это прекрасно понимают Олджи. Потеряв Алексей Би, разворачиваются полностью. Ну и в следующем раунде денег не будет. Третий герой их забирает сейчас. Еще один раунд с пистолетами предстоит. Но, кстати, так может произойти. 45 секунд до конца. Ставн с бомой находится на финишной прямой. Мы дождались, пока развеется дым. Забрали Алексей Би. Но все, проблем быть не должно. Это их смог. Лол. Ай-яй-яй, какая же ошибка Олджи. Закрыли себя с моком в коне. Два игрока европейского коллектива. Четвертый, судя по всему, заберут героя. Зато в безопасности. Зато в безопасности. Классный смог мне очень нравится. Вообще, люблю два смока. На, знаешь, есть дефолтный, типа там, ну, смог в банк реже прилетать. Чаще на мусорку летит. А есть смоки чуть ближе сюда к выходу. Которые оставляют линию просвета такую, да? Первый, короче, между машиной, которая возле банка, и плентом. Да, то есть он как бы перекрывается, ну, с этой стороны зону закрывает. А второй, это тоже между плентом и машиной другой, которая вот здесь вот стоит. Ну, в углу, которая, ты понял? Вот эти вот, они, знаешь, они даже эти смоки, они дают дефенсу надежду, потому что у дефенса появляется типа зона, которую они могут занять. Просто два смока, молик-молик, флешка, и все, и выход Нико в упоре, по-моему, его слышал. Нико, ну как? Как же так? И развернулись. И моментально развернулись на базу Б, кстати, опорники БВПНТА пока что особо не торопятся. 25 секунд до конца, и это, кстати, может быть провал. А мне не нравится, что они развернулись, вообще не понимаю, чем это обусловлено. Типа, у вас нет люркера на воде в коннекторе, и вы сделали два минуса на А. Какой смысл в выходе на Б? Ну ладно, как бы решение за ними, но сейчас, смотрите, если Манту здесь попадет, а он не попадает, бомба устанавливается на последних секундах. Будет ли возможность ее заденайить? Нет. Возможности нет, хотя есть позиция на воде, но опять же четко действует команда героек. Все, отключено, все зоны отрезаны. Ну, вот на самом деле этот раунд, это перетяжка, это был шанс для УДЖИ. Но столько, сколько раз не попал Манту. Все хорошо. Так, тут падает у нас первый опорник. Рефреш заходит внутрь плента. Смог на Хайване тоже есть. Закрывает Кэддиан Шорт. Там сейчас также подключится Сьюж через коннектор. Есть информация по Сьюжу, возможно будет попытка его выпушить с пистолетами, но это сделать просто невозможно прямо сейчас. Однако Ника находит все-таки того самого люркера, начинает вышивать в деревяшку, но тут уже... Агрессировать на ранних таймингах пока что непонятно, но здесь у УДЖИ серьезное укрепление. Выход через Шорт довольно быстрый от Тесеса, уже он врывается на воду, но Хелпу не ждет. Здесь работает ФМЗ и Нико. Также в целом тут три опорника на Б-планте. У Вальда закончились патроны. Но Сьюж перестреливает его три в три ситуации в конечном итоге, каким образом это случилось. Казалось, что все хорошо складывается для ОДЖИ, но есть минута до конца. Смог на мост откидывает Кэддиан. Никто никуда торопиться не будет. Это же не мост, это в плент. Прекрасно, прекрасно, друзья, господа. Можно перетянуться, можно перестроиться. Проблема, наверное, в том, что двери в коннекторе не открыты, но их, скорее всего, взорвали. Так, ну вот, ожидают ли этого? Подсадочка? Нет. Таковы их позиции ОДЖИ команды. Обратная подсадка, нет? Ну, кстати, оп-оп-оп-оп. Есть открытие от Ника. Сразу же минус голова. Напомню, раунд начинался в ситуации 5 в 3 для ОДЖИ. Уже вдвоем против троих. Есть красный Олекси Би. Как тебе вот капитанский кол? Стоп, парни остановились. У нас времени более чем достаточно. Да. Так ты, послушай, любой размен, ты же знаешь. Особенно на такой карте, как Оверпасс. Вообще на любой карте. Любой размен всегда благоволит атаке. Потому что у диффенса... Посмотри, боже, какие гении! Я уже поверил в то, что они наостянулись. Но-но-но-но-но. Посмотри, как же... Боже, какие убтички вообще. Ты просто без шансов. Того же Инферно, где ты можешь стать 2 плюс 2 по плентам. Но опять же, ты теряя одного, атака потеряв одного, она не так много теряет. А там просто разменялся, и все. На самом деле, самая, наверное, безобидная карта для диффенса, где ты можешь после размена чувствовать себя комфортно, это карта нюк. Да, это, кстати, да. Там вообще это... Нюк и, возможно, вертига. Согласен. Возможно, вертига тоже, да. Именно потому что карта такая компактная, специфика. Ее такая, что там быстрая перетяжка может быть. Там кто-то говорит в чате гений, а второй говорит, это не гений, просто выход. Да, просто выход. Я уже прям вижу, как ты на тир-1 сцене, играя такой ситуации, три колешь, просто чела одного отправляешь на плент, чтобы он стянул на себя всю команду. А сам заходишь на другой плент и ставишь бомбу. Это звучит очень просто, да, но на самом деле в исполнении героик очень сильно заморачиваются. Как раз-таки что-то похожее на дефолт играет сейчас OG. Один люркер под B, один в коннекторе. Не OG, а героик, простите. И трое вышли на центр карты. И сейчас они двигаются в сторону лонга. Рефреш заколил о том, что был поджим воды. Это тоже информация для Кедиана. Ну и чекаются туалеты. Сьюж все еще сохраняет позицию в коннекторе. Это тоже важный момент в какой-то... Оп, ножку заметил. Информация для Манта. Кстати, что-то по пунту я не вижу особой стяжки. Движение, да? В подвале намечается перестрелка Тесос. Как оказался, так близко. Манта был не готов. Алексей B. Хорошие два минуса, но переворачивает ситуацию в пользу OG. Тут Алексей нормально запотел так. Ну и дождался он третьего. Кедиана Сьюж последний. Это тот самый люркер в коннекторе. Двигается через Лонгбомго. Лежит на базе. А, и OG 4 в 1 ситуация. Конечно же, должны забирать этот раунд. Я думаю, что это будет седьмой. Опять же, да? Первая половина. Опять счет 8-7. Но насколько разный характер игры здесь. И насколько он отличается от того, что было на Инфер. Контактный выход через Монстр от OG. Ну, кстати, интересный пистолетный раунд разыгрывают герои. Там сразу же кто-то будет заходить в спину. Сьюж. Он должен раскрутиться. Перекрестный огонь вместе с рефрешем. Неплохо разбираются. Это парочка. Но за считанные секунды Вальдемар остался один против четверых. Вальде. Слышит одного. Знает точное расположение. Еще по одному. Но не хватает здесь бензина, чтобы уже доехать вдвоем. Ну, как-то рассредоточенно выглядит пока что вся эта история. Но неплохо поработал, я так понимаю, уже Вальдемар. Уставно. Половину здоровья забрал. Рефреш. Юр, там Сьюж уже Б поджал. Там просто закрыто. По Сьюжу. Или это произошло по два ЗБ? Я вообще не понял, что произошло. Нет, Сьюж по два ЗБ. Ого. Попытка поджима. Это интересно. Ника. Готов ли к этому? Нет. Не готов. Не готов. Знаешь, такое ощущение, как будто в этот момент он отпустил контроль и общался с тиммейтами. Да, не было фокуса. Ощущение такое, да. Возможно, знаешь, тот момент, когда та доля секунды, в которой ты оцениваешь радар, пытаешься понять, что происходит. Но не лучшая история для опорника, который отвечает за поджим с монстра. Ну и Вальде сейчас смещается на его зону. Я так понимаю, что Оу-Джи думает о том, что тут оппонент занял воду, и ее было бы неплохо отбить. Сьюж говорит, братик, а ты вообще шорт смотрел? Говорит, ну да, смотрел. Ну, наверное, рассчитывали на то, что будет какой-то человек под флешку или топать, а там просто под шифтом вышли и обезоружили. В итоге пустая база Б и, ну, по факту бесплатный раунд для команды Оу-Джи. Четыре в три. Четыре в три, но что на руках? Нет диффьюз-китов. Что важно? МП9, две МК. Ну, надо, наверное, сэвить, я думаю, героя кому-то. Ну, МПХ должна попытаться найти АК-47. Ну, кстати, Тессис как раз-таки этим и занимается. Будет всячески вредить экономике оппонента. Манту первая жертва. Ну, пока что в спине оппонент не считается. И, ну, кстати, смогут ли уйти? Смогут ли уйти? Флеймс забрал Тессиса. Кэддиан также погибает. Хорошая стрельба от Флеймса. Рефреш единственный, кто выживает у героек в этом раунде. Ну, на базе Б у героек остается сейчас только рефреш. Один человек. То есть сейчас героек просто в минуту времени вчетвером готовы принимать базу. А это вообще законно? Смотри. Ну, там закрыто, походу, по всем фронтам. Хотя удается Манту сжечь с Юша. Вальде подлавил Ставна. Ну, вот, наверное, ключевая перестрелка проиграна на длине. Развернуть этот раунд в свою сторону уже у Джи не получится. Основываясь на информации оппонента, в общем-то. Так, тут спиной вообще находился Экси Би. Это не было проблемой абсолютно рефреша. Тут занимает воду. Смотри, а сейчас четыре на Б. О, героек. Ну, полная готовность. Полная готовность, с учетом того, что там только пистолеты с одним АК 47-м. Это не проблема для команды героек. Считают? К сожалению, не будет видно. Рефреш занимает активный коннектор. Кстати, соло пушит коннектор. Это очень опасно. Ну как, опасно получается для Вальдемара. Кстати, игра у Вальды по-прежнему не клеится. Были надежды, что во второй половине Вальды будет набирать обороты. Но нет. Это 6 на 15. Однозначно один из лучших игроков команды OG проваливает карту оверпасс. А вот и размен. И вот и все. Ну, рефреш запушил коннектор, сделал минус. Вот его разменяли и как бы все. Но здесь при этом поджимается вода сразу. Понимают, что герои хотят контролировать карту. Но это Ника дубль 2. Это Ника дубль 2. Прикинь, он сейчас опять нафидосит. А, походу, так и будет. С гранатой в руках. Открытие. Ой-ой-ой-ой. Слэшка на воду. Смотри, какой тайминг. Смотри, смотри, смотри. Сьюш. А-а-а, лол. Но при этом стамб забирает все-таки Ника. Второго не ожидали здесь на монстре увидеть ребята из команды OG. Ну, 3 в 3. Хаешка не долетела. Хаешка зацепилась за какую-то текстуру и не влетела в плент. Два красных. 22,36% здоровья. Это Flame the Mantu, соответственно. Алекси Бесоты. Ну, по-хорошему все в руках финского легионера. Алекси Бит должен зажигать. Ну, собственно, отличная командная работа. Кэддиан под флешку рефреша забрал Флеймза. Алекси Би находит Ставна. Два в два. Есть еще Смок. Ну, это будет сейв. Это сейв. Это девятый раунд для OG. Финал Академии. Ви-плей Кэдеми Лик, в котором будет принимать участие Na'Vi Junior. Давайте после этого раунда обсудим. Ставь! Он уже слепым забирает второго. Начинается активный выход через монстр от OG. Начинается и тут же заканчивается. Смок Молик отзонили. Тут Молик также в шорт летает. Алекси Би не может активно действовать. Ой. Ну, и, кстати, нам не показывают, но достаточно агрессивная позиция у Кэдина. Он сидит на дуге и ждет выхода из коннектора. То есть пока что полный контроль карты у команды героев. Ай-яй-яй, по таймингам. Ну, вот он уже, наверное, просчитываешь в голове, что могла быть перетяжка через длину. И в ту же секунду два игрока выходят через подвал. Да, занимает в туалете угол, в котором он сможет гарантированно сделать килл и отойти. Ну, и уже второй стягивается под базу АТ. Это Тесос у команды героев. Так вот, через неделю после финала мейджора на нашем же канале будет виплей Академии Лик. Лан финалы. Призовой фонд 88 тысяч долларов. 100 тысяч долларов призовой фонд общий. Что, это выход в смог? Или это они максимально фейкуют? Это очень странно. Интересное решение по одному под шифтом. Просто тест на прицел. Ты будешь третьим? Посмотри, что происходит. Знаешь, два песни. Будешь третьим? Нет, пацаны. И я, наверное, не хочу. 7 секунд от J-Sports абсолютно без шансов. Растерялись как-то, я не знаю. Ну, что это был? Хотелось быть чаще. Ну что, читают в очередной раз. Уже сейчас через мгновение будет 4 игрока под базой А. У команды героев начинается заход. Ника заливает. Забирает одного. Алексиби также подключается. Проблемы у команды героев. Но Ставан уже с хелпы работает. Забирает одного. Есть хаешка. Смог на машину. Пропустили уже лонг. Рефрэш. За траком. Все еще со спины. Сьюш. Ну, Сьюш отменяет бомбу. Нет, бомба тут стоит. Не отменил. Не отменил бомбу. Это проблема, Сьюш. В ситуации один против двоих. Какой-то момент. Очень быстро. То есть, 3 уже там до захода. Ой, какая хаешка. Знаешь, это момент, когда усыпили твою бдительность. Давно не занимали воду. И вот, нате вам хаешку. Отличное начало. Здесь от Flame Z. Он открывается через шорт. Вот, интересно, кстати. Отдача B. Помню, у меня был получасовой спор с Митей Хучом по поводу отдачи B на оверпасе. Тоже мы там. Кэдин такой пришел после ряда. Прикольно, парни. Прикольно вы тут засели. Ну что, выход из монстра. OG. Отличные шансы зацепиться за этот раунд. Flame's не лучшее открытие. Вальде исправляет ошибку тиммейта. Ох, ох, ой. Стере разменов. Да, Сьюж уже трипл оформляет. А Ставн со спины заходит. Ну вот, главное не топать. Ставн это прекрасно понимает. Опача. Это минус манту. И легкая добыча на планете. Красиво. Своими капитанскими гениальными колами. А эмоционально. То это сильно решает. Кстати, ну сверх крутое решение агрессировать в подвале в момент, когда у стокарника плохая экономика. То есть они понимают, нет денег, скорее всего не будет коктейля Молотова, который выкурит вот эти ключевые неудобные позиции. И это там, где можно принести максимальный профит. Идеально. Просто идеально отыгрывает героя. Так, ситуация 3 в 5. Манту, Вальде и Олекси Би вынуждены сейчас делать что-то невероятное, чтобы не отдать герою камнячейку. Взять этот раунд будет максимально сложно. На руках Юмпы, Эмка и Дигл. Есть, конечно, гранаты. Но выпустят ли героев своих оппонентов на Б, это вопрос. Дадут ли вообще. Кстати, продолжают играть в стап 2 АВП, что интересно. Это прям так. Не часто увидишь в защите именно на оверпассе, чтобы это был стабильный сетап. При этом, что экономика такая себе, да. То есть нельзя сказать, что там сильно много денег за спиной у игроков-героек. Кэддиан делает килл. Ну, хорошая попытка была. Видели, да. Смачок якобы под себя, чтобы АВИК отвернулся. Но никто не повелся. Вальде последний. Попытка выхода из того же дома. Но и то, если у тебя в команде есть условный игрок, который просит это сделать. Говорит, я чувствую, что я сейчас пойду. То можно отдать ему на откуп такое. В оружейном раунде, в принципе, это довольно неожиданная история. Принятие на базе Б, судя по всему, не складывается для команды героек. И они пропускают выход, по сути, с таким супер-лоу-баем. Как вот накровно. Посмотри, Вальде. Если бы его еще и убил просто, если бы его еще Кэддиан убил, это был бы тильт просто. Но Вальде молодец, да, красиво было. Знаешь, там дернул три раза. Да. А ну-ка, мне вот интересно. Рыбу в чат, кто бы уже давным-давно выстрелил. Какие-то смоки, какие-то флешки. Четвером под Б пока играют, даже в пятером, да? Даже в пятером играют под Б сейчас герои. А что? Ну, ты понял, что произошло? Нет. Его коктейли Молотова выкурили из позиции. При попытке скрыться он просто выпрыгнул на прицел к Эддину. Ну, там просто пиктограмма прострела, я просто... Ну, через какую-то текстуру зацепило, но Ник подгорел в коктейли Молотова. Смотрим, что дальше. Минута времени до конца. Опача, Тесса зашибается. И два игрока поджали базу Б. Ну, Вальдемару это слишком легко было. Какой-то такой подарок был. Нет понимания у УДжи, что полная... Бомба! Бомба! Опача! Это меняет все. Это конечная. Ну, подожди, ну, подожди. Но, 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 но. Это конечная. Это конечная. Бомбу забыли. УДжи и Спортс. Рефреш забирает раунд под свой контроль. 25 секунд до конца. Посмотри, сколько времени надо потратить УДжи, чтобы забрать эту бомбу. Рефреш просто пытается отморозиться. Суперграмотное решение отдать бомбу, потому что ты понимаешь, что тебе нет смысла за нее бороться. 15 секунд. Они еле успевают до... Нет, они не успевают. Они не успевают. Это ггшечка, Юр. Круто. Это финалочка от Рефреша. Браво. С этим парнем... Я не знаю, вот Джинни собладает. Рефреша. Рефреша. Рефреша.